В кинотеатре КАРО сказочная премьера. На большие экраны вышел анимационный фильм «Финик», герои которого говорят голосами звезд российского шоу-бизнеса. Есть девочка, которая дружит с каким-то невидимым существом. Это существо думовой. Мне пришла в голову шальная мысль о том, что можно было бы представить их в виде симпатичных, забавных, очаровательных, волосатых, разноцветных, пушистых существ. Ну, это весело. Идти в кино, всем вместе сесть с попкорном. То есть это уже не на айфоне смотреть, не в телеке, а экран большой. Как бы все собрались. Это же классно. Это праздник. Здесь очень все простые причинственные связи. Я думаю, что, как знаете, в хороших советских мультиках. Что добро победит или уже победило, но осталось встать на его сторону. Меня цепляют такие вещи, в которых так много светлого. Можно взять себе такую роль, которую в жизни ты никогда не сыграешь. Монстрика или какого-нибудь очень веселого зверечка. И озвучить, прям воплотиться в что-то совершенно для себя необычное, непривычное. Многие еще помнят, да, меня там по КВНу, по комедивумам и привыкли, что все очень достаточно монотонно. И даже не знают, как я могу озвучивать мультфильмы. Я просто полностью мультик-то не смотрел. Я не знаю, что там именно будет. Только сцены, где мы озвучивали. Надеюсь, нормально получилось. Я не видел конечного результата. Я периодически озвучиваю всякие разные мультфильмы подросточков таких, девчонок, хулиганок, обычно я озорных озвучиваю. Взрослых мультфильм может научить помнить, что они дети. А главный смысл, скажем так, пусть каждый человек для себя свой найдет. Поиск смысла – это очень важный процесс в просмотре любого произведения, включая мультфильм. Субтитры создавал DimaTorzok